Всем любителям настольных игр привет! Я Грейвулф и вы на канале iPlaySolar. Я продолжаю играть в каверну забытый народ. У нас с вами начинается 10 раунд. Давайте посмотрим, что у нас там за новая возможность появится, какое новое поле. И это у нас... О, приключения! Смотрите, здесь можно сходить в приключения 1, а затем в приключения 1 еще раз. При этом можно будет смастерить оружие. Окей, сейчас мы возобновим везде ресурсы и будем ходить. У нас хламогоры снова первые игроки, они будут начинать первыми. Маленький Алвион, друзья, пойдет и соберет рубинщики. Но не могу я их просто так оставить. Их там целых три долго. Я думал, что же делать, но три рубины это очень ценно. И хочется воспользоваться правом ходить первому и забрать их себе. К сожалению, у нас нет рубиновой шахты, чтобы получить одну дополнительную. Ну да ладно. В семействе огнезубов у нас прибавление. Родилась маленькая, но очень злобная вулзала. И эта малышка сразу же, первым же делом, отправилась в приключения, понимаешь ли. Убежала из дома и обломала парочку деревьев, чтобы сделать себе дубину. Ей нужно заплатить две деревяшки. Это одна деревяшка. И мы заплатим целый рубин для того, чтобы получить оружие четвертого уровня. После чего мы сходим в поход. Сначала в один, а потом в другой. То есть мы сходим в поход первого уровня. Принесем домой овощ. Получим за это опыт. Пятый уровень. И тут же сходим в поход первого уровня снова. Потому что у нас там, видите, and then и затем. И снова можем идти в поход, но уже пятого уровня. И мы принесем еще один овощ. Вот так-то. И шестой уровень сразу за один ход будет у нашей вулзалы. Представляете, она даже мамашу свою обскакала. Вот такая у нас боевая девчонка. Молодая оленья у нас пойдет сеять. Мы, естественно, не будем возделывать землю, но мы однозначно посадим овощи. Две штуки. И получим еще два овоща сверху. И два фрукта цвета обязательно. И возьмем еще два отсюда. У землеломов маленькая и пухленькая Ермухильда отправится в пещеры. Приведет оттуда заблужшую, растрепанную собачку. И обустроит маленькую комнатку, где землеломы будут у нас охранить сокровища. Вот она. Вот эта комнатка. И стоит она нам одно дерево и один камень. У нас здесь много пещер, где мы можем разместить эту комнату. Пожалуйста, например, сюда. И заплатим за это камнем и одной рудой. Потому что мы можем заменять дерево на камень или руду, соответственно. Нун Малит у нас пойдет и заботливо соберет всю руду из шахт. Очень много руды. И, кстати, она еще получит плюс две за каждую шахту. У них шахта одна. Поэтому две сразу мы возьмем из общих запасов. И все заберем отсюда. Научиться бы очищать руду в рубины. Вот было бы круто на самом деле. В этот раз Заши у нас отправится собирать кукурузу и вспахивать поля. Вспашем еще одно поле. Наверное, мы его вспашем... О, а как же нам его вспахать-то? Вот так вот мы его вспашем. Тогда у нас будет еще одна возможность построить еще один загон в случае чего. Галанаделем я немножко подыграю. Ну, не то, что даже подыграю. Я просто не думал в прошлый раз, когда высаживал эти фруктоцветы, где мне их высадить. Я подумал, что я в следующий раз это изменю, если мне это понадобится. И понадобилось. Потому что я хочу использовать эти два поля. У нас Танила отправится делать загон для овечек. И для этого нам нужно четыре дерева. Четыре дерева у нас однозначно есть. И мы строим загон. Нам для этого не нужно рубить леса. Никаких проблем здесь нет. Собачек уберем в сторону пока. И сразу же мы там в загоне поставим с вами конюшню, которая нам стоит один камень. Бум. Есть. И ставим конюшню. Хотя, по-моему, изначально планы у меня были другие на этот камень и дерево. Но я уже о них забыл, если честно. Зато мы заберем всех себе барашков. Вот так. У землеломов Адум пойдет снова окрошить камень. И это у нас четыре камня он принесет домой. И построит новый коридор. Давайте, наверное, вот так вот мы пробьем горную породу. Пока не забыли, поменяем две монеты с вами на овощ и на рубин. И пойдем дальше. Это благодаря нашему эльфийскому рынку. Я просто напомню, две монеты один раз за раунд меняем на рубины овощ. Глава у нас семейства холмогоров Адум заявил жене, закатывая рукава. Что мы хуже, что ли? Это он так глядя и завидуя на процветание землеломов. Хватит уже камень этот целыми днями зубами и ногтями крошить. И пошел в кузницу ковать себе огромнейшую секиру. Мы-то можем выковать секиру себе максимально восьмого уровня. Для этого нам нужно восемь руды, но у нас здесь ее полно. Отсыпаем восемь руды в банк. И берем себе сразу восьмого уровня секиру. И с этой секирой идем в поход третьего уровня. Злющий Адум разнес деревушку лесных пикси. И захватил у них свинью, овощ и материалов для строительства новой комнаты в своей пещере. Причем комната эта у нас будет охотничий салон. Который нам позволяет в любое время перед тем, как мы будем подсчитывать финальные очки, обменять две свинюшки на две монеты и две единицы еды. Охотничий салон у нас будет здесь. И скинем запасы сюда. Да нет, свинюшка у нас пойдет внутрь, потому что мы можем держать до двух животных здесь. Адум так разъяренно махал свои секири, что все пикси разлетелись. Никого даже не потребовалось убивать. Но при этом он как бы примахался и привык к своей секири и получил девятый уровень. С лига у нас, естественно, отправился в поход четвертого уровня. В клочья разнес охотничий домик, перебил и разогнал всех охотников. И увел у них целую, что ни на есть, корову, друзья. Первая у нас корова в игре. И мы ее поставим сюда в загон. И, как вы сами прекрасно понимаете, бедный ослик, кирдык-байлды, две еды вместо ослика. А также он захватит с собой овощ, свинью, кукурузу и даже умудрится каким-то образом расчистить завалы в своей пещере. Вот так. Это пять у нас предметов, четыре плюс один, свойства троллей, все законно. Проход мы расчистили вот здесь и запасы все вывалили. Подождите, свинюшку мы не могли вывалить и мы ее, в принципе, и принести не могли, но мы могли принести два вкуснейших стейка. Объезжая свои территории, Вулвин наткнулся на группку из трех орков, две стрелы и три орка-трупы. Одной стрелой прошел двух, представляете себе каков. И принес два предмета. Во-первых, он принес инструменты и материалы для строительства стойла, или хлеба, или... Ну да, стойла. Может быть, конюшня, да, конюшня. И овощи он с собой тоже притаранил, при этом улучшил свой скилл владения луком и получил девятый уровень. А где он у нас? А вот он у нас. Андалин, который у нас лучше всех в игре разбирается с рубинами, пошла возводить очередную рубиновую шахту на вот этом глубоком перекрестке. Отлично. И еще и получает один рубинчик, потому что там у нас уже с вами есть шахта рудная. Круто. Балвиан у нас мог бы сходить в экспедицию первого уровня, это последняя незанятая экспедиция. Но он решил вместо этого расчистить немножечко лесок рядом со своей пещерой и заодно вспахать землю. Ну, это он сказал своим друзьям, что он решил, а на самом деле, конечно же, его нунмолит заставило за плохое поведение. И мы, наверное, вот как-то так с вами сделаем. Или вот так вот. А неважно здесь вот так. Ну, а Дилвли у нас пойдет в поход. Принесет оттуда хворост, найдет кем-то уже до этого разрушенную, уничтоженную, можно сказать, избушку на курьих ножках. Но принесет оттуда кое-какие инструменты для того, чтобы сделать комнату и сделать не что иное, как хранилище для камня. Это ему будет стоить три дерева и одну руду. И три дерева, у нас даже теперь есть дерево, представляете себе? Он только что как раз его принес, три дерева и одна руда. Вот, пожалуйста. Таская на себе все эти деревяшки, он, конечно, укрепил свои мышцы. И теперь он у нас гном восьмого уровня. У нас с вами остается ленивый озик, которого ленивым не назвать. И он в очередной раз этого докажет. Он пойдет расчищать пещеры из завала в пещерах своих приемных родителей. Принесет даже один камень. Второй, правда, потеряет. И мы, друзья, делали неправильно. Я до этого оставлял один ресурс на полях. Нет, ресурс мы просто убираем, потому что озик его просто теряет где-то по пути. И расчищаем пещер. Вот таким образом. Все жители вернулись домой. И мы посмотрим, что нас там ждет. Будет у нас урожай или нет. Смотрим. Бум! Красная фишка. А красная фишка вторая означает заплатить одну еду за гнома вместо урожая. Холмогоры у нас, наверное, двух свинюшек, скажем так, пустят на еду. И это им позволит, благодаря их охотничьей комнате специальной, получить две монеты и две единицы еды. Две единицы еды мы там оставим. Нам нужно еще две, потому что у нас здесь четыре гнома. И еще две. Это будут две монеты. Это одна еда. И один ослик. Вот такой у нас получился очень мясной рацион в этот раз. У Агнезуба все просто. У них элементарно найдется четыре единицы еды за четверых трех троллей и одного гоблина. Три еды нужно Галанаделям. И я думаю, что в этот раз, как и у Холмогоров, у них это будет очень мясной ужин. Очень будет много баранины. И они из целых трех барашков. Вот это вам эльфы, понимаешь ли. На костре шашлычки из баранины. И вот так вот. Ну, что делать? Маленькая оленя даже уже и не плакала. Она уже привыкла к такому варварству. Вернее, ей уже объяснили, что все это сказки про то, что эльфы не едят мясо. И, в общем-то, уплетала эти шашлычки с удовольствием большим. Ну, а у Холмогоров им нужно четыре еды сгенерировать. Им охотник принесет три. Плюс у них есть одна. Без проблем. У нас начинается одиннадцатый раунд. Посмотрим, что здесь будет. А здесь у нас рубиновая поставка. Вау! И сразу появятся там два рубина. Нун Малит отправляется снова с рубинами. Не хотела она этого делать, но это единственный способ, чтобы хоть как-то насолить холмогором. Вернее, землеломом. Потому что смотрите, что там получается. Там получаешь плюс один рубин за каждые две рубиновые шахты. У них три рубиновые шахты. То есть они вообще утащили отсюда бы три рубина. И нельзя этого допустить. Ну вот никак. Поэтому мы возьмем эти рубины себе. Но, к сожалению, это немножечко отклоняет нас от планов. У холмогоров были немножко другие планы. Теперь непонятно. Ну, не могут они дать такую роскошь этим ребятам. Учитывая, что они еще и умудрились построить себе там treasure chamber. Сокровищницу, понимаешь ли. Вот эти мерзкие глубинные гномы. Заша отправляется у нас в поход. Мало того, что она притащит с собой, понимаешь ли, два предмета. И она у нас пятого уровня. Она с собой притащит свинюшку и собачку. Собачка у нас пойдет гулять в поля. Свинюшка останется дома. А двух осликов здесь, вы смотрите, первым действием она еще и привела с собой пленного человека. Потому что она вломилась в амбар, оглушила там сторожа. Увела оттуда собаку со свинюшкой. Человека вместе с собой привела. От дома они решили, что вместо того, чтобы его есть, за пригудкой они его построить им шахту, понимаешь ли, рудную. И они это сделают. У них есть два перекрестка. Даже вот здесь вот есть два. Отлично. И туда сразу отправится работать вместе с этим бедолагой ослик. А второго ослика, к сожалению, они пустят на котлеты. И это две еды, потому что мы не забываем, что они у нас bone-crusher. А Азаша поменяет свою пятиуровневую дубину на дубину шестого уровня. В подарок за, можно сказать, фактически рабскую силу, с лига ей вытесал новую дубину. Прекрасная оленя сказала, что надо тоже делать разгрузочные дни. Не все же баранину есть. И принесла домой грибов и ягод. И даже нашла один маленький рубинчик. Но самое главное, она принесла в дом надежду, которая олицетворяет фишка первого игрока. У землеломов Адум упрямо занимается своим любимым делом. И вгрызается в скальную породу, чтобы расширить свои владения и заработать еще больше золота. И, кстати, давайте мы сразу это золото и поменяем. То есть мы оставим здесь две эти монеты, мы их брать не будем. Но мы возьмем овощ и мы возьмем рубин. Кстати, по-моему, это последний рубин, что у меня есть. Что-то в игре не так много рубинчиков. Алвеон же у нас отправится за ослами, стойлом и заборчиком. Приведет домой двух ослов. Потратит он четыре деревяшки для того, чтобы построить шикарнейший такой загончик. Нет, это не то. Загон у нас будет здесь. И туда мы сразу определим стойло. Хотя у нас нету камня, поэтому стойло не будет. Два ослика, в принципе, могут и на этом пастбище пастись. Им здесь хватит места. Здесь у нас могут разместиться восемь животных. Потому что у нас здесь стойло. А здесь только четыре. В этот раз улзала у нас отправится вглубь пещер. Где она найдет верного злобного пса. И также она обустроит комнатушку. Этой комнатушкой будет не что иное, как хранилище для припасов. И это у нас одна деревяшка и три еды. Три еды у нас, в принципе, есть. Хотя опасно их отдавать. Потому что сейчас нужно будет всю эту ватагу каким-то образом прокормить. А деревяшки у нас нет. И придется за нее платить дорогущим целым рубинам. Танила у нас отправится высаживать в полях злаки, понимаешь ли. И мы посадим здесь еще немного овощей. У нас осталось последнее незасеянное поле. Теперь у нас везде что-нибудь дорастет. Ярмухильда у нас с вами тоже отправится копать и заберет два камня. Копать единственное, что уже больше нечего. Но там у нас столько отец накопал, что камней растаскивать можно до конца веков. Балвион у нас отправляется снова в экспедицию первого уровня. И еще в экспедицию первого уровня. Из первой экспедиции он приносит камень. Всего лишь что навсего. Ну а что уже, вокруг всех разгромили. Все, кому не лень, уже ничего не осталось. Практически занимаемся мародерством. А из второй экспедиции он приведет свинюшку в дом. И с седьмого перепрыгнет сразу на девятый уровень, друзья. Два успешных похода. Мародерство это тоже опыт. Опыт он приобрел серьезный. И сравнялся в своих трекерных способностях даже со своим отцом. Вот такой вот молодняк у нас пошел амбициозный. С лига идет в поход четвертого снова уровня. В этот раз он напал на лесных троллей. Представляете себе, на двух. Ну правда они были старые и дряхлые уже. В общем, конечно же, с лига со своей ультимативной тролличей дубиной их победил. Забрал у них буренку их, понимаешь ли. Овощ забрал вместе с кукурузой. Притаранил свинюшку и полено целое одно. Вот такой вот у него улов. Уровень у него, естественно, не увеличивается. Потому что тролли тупые. Ну так здесь, по крайней мере, написано. И у них максимальный уровень может быть только 10. Вот. Маленький у них мозг. Причем, знаете, друзья, я теперь понимаю, что у троллей проблема. Они, видите, построили вот эту вот комнату. Специально для того, чтобы в конце игры получить 8 очков. Когда у них все их, собственно, ну здесь написано гномы. Ну, в данном случае, с учетом этого дополнения, все народности в данной конкретной... Все члены семьи конкретной будут вооружены. Я хотел вооружить Озика. Но я так понимаю, что нам этого просто не дадут. С учетом того, что Озик всегда будет ходить последним. Как здесь ни крути, все места, где создается оружие, они будут заняты. И в виде, естественно, такого возможного развития событий, Вулвин Галланадель отправляется в поход с особым удовольствием, занимая поле, где можно выковать оружие. Это последнее поле, потому что то уже было занято холмогорами. С собой он из похода принес кукурузу, овощ и дикого борова, свинюшку, то бишь. Свинюшку определим в хлев, овощи в запас. И получим еще и уровень, десятый, наконец-то. История умалчивает, с чем там столкнулся гордый Вулвин. Но Колчан его был пуст по возвращении домой. А это значит, что кто-то стал очень похож на Дикобраза. Ондолин у нас пойдет и построит еще одну рубиновую шахту. Вы представляете себе? Причем за нее она не получит рубин, поскольку здесь мы эту шахту строим просто на перекрестке. Если бы мы ее строили на перекрестке рядом с шахтой руды нашей, то мы бы получили этот дополнительный рубин. Но в данном случае нет. Но мы получаем здесь, блин, у нас уже четыре рубиновые шахты. Это вообще круто, потому что, видите, за каждую четыре победных очка. Гутмаду ничего не остается, как идти в поход первого уровня и кого-нибудь принести только одного. Этот один, это будет Дикий Боров. Другого варианта Гутмад не увидел, что там стащить у мерзких эльфов, пока они не проснулись. Но теперь он у нас носит шлем десятого уровня, который он вместе с Диким Боровым соворовал у добрых эльфов. Дилвли опять ничего не остается, кроме как идти и принести домой всего понемножку. Очень он соскучился по экспедициям, но здесь у него никак не получается. Зато он принесет немножечко еды, хвороста, руды, камней и монет. По любое, семье его это должно помочь. У нас остается бедный озик, которого мы так и не смогли вооружить. Очень жаль. Принесет он домой немножко хвороста, что-то, естественно, потеряет, но вспашет поле. И прошу заметить, это у нас, кстати, последняя непахотная была, скажем, такая лесная полянка-неполянка-рощица, но теперь там ее нету, и у нас спаханное поле, и луга образовался. Айда-озик. Айда-трудолюбивый такой у нас гоблиненок. Все сидят по домам и собираются ужинать. Вопрос, что же хозяйки семейств или хозяева семейств подадут на стол? Это, конечно, вопрос интересный. Я уверен, что подавать придется по полной программе. Да, у нас здесь с вами сбор урожая, да и здесь у нас уже исчерпаны, собственно, те поля, где кормить можно было не полностью наше семейство. И придется сейчас всем отведать сполна. У холмогоров вырастет кукуруза, их единственная и последняя. У огнезубов два овоща и две кукурузы. У галаноделей два овоща. У нас здесь цветофрукты или фруктоцветы. Здесь кукурузы две остаточки. И еще один овощ. Ну, а землеломом охотник принесет зайчат, попавшихся в селки. Теперь кормежка. Галанодели. Они у нас первые игроки. Давайте начнем с них. Ну, во-первых, у нас есть с вами две единички еды. Окей. У нас есть рубинчик. Это еще две единички. Нам нужно еще с вами две единички сгенерировать. И я думаю, что это у нас будет фруктоцвет. И вот таким вот образом мы накормим свою семью. Землеломом нам нужно восемь еды. У нас есть три. Здесь есть четыре. Здесь у нас пять-шесть. И семь-восемь. Пожалуйста. Холмогорам тоже нужно восемь еды. У них с этим проблем побольше. Две свинюшки им придется зарубить, чтобы получить две еды и две монеты. Вернее, знаете, нет, не буду это делать. Я лучше переработаю этих свинюшек в еду. И это будет у нас четыре еды. То есть нам нужно будет еще четыре. Вот это у нас получается шесть. И нам нужно будет еще две еды. Я думаю, что им придется отдать одну кукурузу и одного ослика. Ух, огнезубам нужно аж одиннадцать еды, друзья. У них здесь завалялась одна. Они еще потратят две монеты, которые им дадут тоже одну еду. Две монеты. Две еды свинюшка. Две еды барашек. Две еды собачка даже. Да, они у нас бомкрашеры. А вы что думаете, они едят все подряд? Ой, нет, я что-то ступил. Мы же не зря построили эту кухонку. Я что-то подумал, что это нам нужно для очков наших победных. Нет, тогда нам не нужно заниматься вот этим ужасом. Там есть собак. Ну, может быть, свиней мы и съедим. И монетки, может быть, мы потратим. Так, это у нас две еды. Но нам с вами каждое вот такое вот овощное рагу, это прямо пять еды. То есть у нас с вами пять, например, еды. Еще пять, это десять. И нам нужно всего лишь одиннадцать. Вот и все. Все, вопросы все вообще сняты. Мы же специально это строили для этих троллей. Мне кажется, что и в прошлый раз я об этом совершенно забыл и потратил что-то важное вместо того, чтобы тратить как раз вот эти овощи и кукурузу. Идеально. Все. И на этом все. Вернее, нет, какое же все. У нас сейчас с вами будут размножаться животные. У нас появится один ослик у холмогоров, у огнезубов. У нас появится один барашек. Могла бы появиться, в принципе, у них и свинка. Но свинки третьей появляться негде. Зато у них появится третья корова, что очень хорошо, потому что корова это вообще три мяса. У галаноделей появится один барашек. И даже у землеломов появится. Да-да, у землеломов появится, друзья, третий ослик. Потому что мы его можем разместить в рудной шахте. А два у нас уже есть. Они не должны обязательно находиться на одном поле. Ну что же, последний раунд у нас, друзья. Бум! И это торговля рудой. Можно две руды обменять на что-то там. Две монеты и одна, в общем, одна еда. Все товары мы обновили. И у нас оленя первый делает ход. И оленя у нас отправится и подрежет снова землеломов, забрав два рубинчика. Хотя, на самом деле, она хотела, конечно, сходить сюда и забрать овощ с кукурузой. Но тогда бы эти други получили бы три рубина. У них и так навалом этого добра. Не хочется им еще давать халявных три штуки. Да и нам они пригодятся в момент кормежки. У нас здесь кормежка будет, я думаю, что 100%. У нас там, возможно, последний знак вопроса. Но он не позволит пропустить фазу кормления. Поэтому фаза кормления будет у нас по любе. Однако с землеломом это не так сильно и помешает. Потому что Ермухильда у нас отправится за рубинами сюда. И получит два рубина. И еще плюс один, если у них есть хотя бы одна рубиновая шахта. А у них этих рубиновых шахт. Вон, полная скала. Рубины у нас закончились. Но у нас есть вот такая вот табличка. Пять рубинов. То есть это получается один дополнительный. И нам еще четыре нужно от себя забрать. И тогда мы можем заменить их вот этой табличкой. Алвеон идет собирать еду. Ох уж она им понадобится. А заодно он вспашет последнее поле. Это не то. Вот таким вот образом. И все теперь поле у них возделано. Отлично. Зааши у нас пойдет поговорит с невольничком, который у них работает в шахтах. И заставит его построить еще одну рудную шахту. Более того, пару ударов под дых. И он нам рассказал, где он заделал дров на зиму. И Зааша принесет очень хорошую охапочку поленьев. И там же в этой заначке найдет несколько овощей. Теперь она знает, как разговаривать людей. И это свидетельствует ее седьмой уровень. Кстати, я совсем забыл, что тролли-то у нас приносят один дополнительный лут. И мне кажется, что я только с лига приносил один дополнительный лут. А двумя остальными троллями нет. Представляете себе? Вот это вообще жесть. Она еще принесет тогда кукурузу Зааши наша, дорогая. Но, возможно, я троллей, друзья, подвел. Я вот сейчас только понял. Возможно, мы не доприносили лута. Танилу у нас отправиться за овечками. А также строить загоны. Мы построим один загон за две древесины. Вот они у нас здесь две. У нас как раз есть... У нас вообще три полена, но мы отдадим два. Поставим вот здесь вот загончик. Не будем ставить туда... Хотя мы можем и конюшню туда поставить. Почему нет? Пускай она будет вдруг... Это даст нам какие-то, не знаю, дополнительные преимущества. Или там очки, или еще что-то. Потому что я не помню, дают за конюшню или нет. Наверное, нет. Но пускай все равно здесь будет конюшня. Камня мне одного не жалко. Ондалин займется своим любимым делом. И построит очередную рубиновую шахту. На простом перекрестке, поэтому не получит дополнительный рубинчик. Ну, Малит вздохнет горестно и отправится расчищать пещеры. А что больше некому? Муженек у нее схватился за секиру. Что теперь делать? Самой приходится в луны таскать. Ничего не попишешь. А Волзалу у нас отправилась глубоко в пещеры. Оттуда привела очередного, уже второго злющего пса. Теперь у них два злющих пса. И один такой, не очень злющий. И при этом она решила еще обустроить пещерку. И построить для папочки своего подарок. Сделать ему на день рождения. Построить хранилище для оружия. И это стоит три деревяшки. И два камня. У нас есть и то, и другое, и третье. Третьего, вернее, здесь нету. Но у нас полно с вами и дерева, и камня. Вулвин у нас отправляется в поход третьего уровня. И специально занимает поле, чтобы там уже никто, например, Озик не смог себе оружие соорудить. В своих лесах Вулвин столкнулся с бродячими гномами. И, естественно, гномы, ненавистные гномы, он их погнал прочь. Погнал их стрелами и своим острым клинком. Гномы за собой оставили буренку одну, которую Вулвин привел с собой обратно в дом. А также он у них забрал запасы еды, которые те растеряли, пока убегали. И это кукуруза и овощи. При этом он у нас получает одиннадцатый аж уровень. Бам! Он у нас теперь самый прославленный воин в округе. Упрямый Адум. Вообще-то его упрямство уже граничит с каким-то помешательством. Опять пошел ломать горную породу и притащил в дом еще два камня. Ему все говорят, папа, отец, муж, нам нужна еда. Что мы камни твои будем есть? А он, нет, гном, глубинный гном, горный гном, должен работать в шахте. Балви он у нас отправляется в свою последнюю экспедицию. Нет, не последнюю. Для него он, естественно, из этой экспедиции вернулся настоящим героем и победителем. Знаете, кого он встретил? Этих, самый противный этот народец с такими волосатыми пятками. Куда-то там они спешили непонятно куда. Один вообще исчез, как только Балви он достал свою большущую секиру. Но зато другим удалось надавать пинков и они пооставляли свои пожитки. В результате Балви он привел с собой домой корову, милого барбоса, который тут же побежал гулять по лугам, овощ и все необходимое для строительства кладовой. Это две деревяшки и один камень. Пожалуйста, камень и две деревяшки. Не жалко. А вернее не так. Вы знаете, даже не для строительства вот этой кладовой, а строительства очередной комнаты. Потому что ему захотелось еще одного братика. Я это делаю исключительно ради трех победных очков. Там у нас был один камень и две древесины, значит нам нужно еще две древесины и еще два камня. Добавить все, отлично. Ослига, друзья, у нас устал от всех этих походов. Вы представляете себе? И он пошел сажать. Как это вообще такое может быть? Но не все же дубиной махать. И он может посадить два зерновых, в нашем случае это кукуруза и два овоща. Что он, естественно, и сделает. Он сажает две кукурузы у себя на полях. И он сажает у себя два овоща. Если бы я вам сделал фотографию вот этого поля, друзья, подумали бы вы когда-нибудь, что это поле горных троллей. Смотрите, это эльфы, это какие-то люди-ремесленники. Это в конечном итоге простые гномы, холмистые, но уж точно не вот эти вот зверюги. А тем не менее, вот что значит расхищать чужое, приносить домой награбленное. Вон какие заделы можно у себя сделать. Дилвили у нас идет в поход. Он понимает, что ему надо занимать это поле, иначе этим могут воспользоваться тролли. И он пойдет в два похода первого уровня, где он может принести по одному предмету. И с первого похода он принесет все необходимое для того, чтобы построить своему сошедшему, похоже, с ума отцу кузницу. Если я ее только найду. Где она у нас? А вот она у нас, кузница. И мы ее поставим вот сюда. При этом кузница нам обойдется в три руды. Ну, с учетом рудных шахт, которые прорубили землеломы, у нас этой руды достаточно. И с второго похода он принесет все, что необходимо для строительства пивной. Почему бы и нет. И за это нужно заплатить два дерева. Одно дерево у других есть. И у них есть руда, которая заменит вторую деревяшку, потому что они мастера-ремесленники у нас, землеломы. При этом он поднимет себе два уровня, и у него будет уровень 10. Бум! Теперь, в принципе, Дилвли мог бы схлестнуться с самим Слига. Ну и разозленный Гутмут, он, конечно, мог бы сходить в экспедицию первого уровня. Но он пошел торговать рудой. И мы здесь можем две руды три раза аж поменять на одну еду и две монеты. То есть, если мы это сделаем три раза, у нас с вами есть раз, два, три. Да, у нас есть. В результате мы с вами можем получить три еды и шесть монет. Шесть монет и три еды. И, кстати, я забыл сделать одну вещь. У меня землеломы, естественно, воспользуются своим эльфийским рынком. И поменяют две монеты на овощ и рубин. Почему бы нет? Вот так. А Озик, друзья, у нас кое-что интересненькое придумал. Да, да, да. Свинюшку мы пускаем на мясо. Получаем за это две еды. И Озика отправляем вместе с этими двумя едами вот сюда. Имитация. Видите здесь? Заплати две еды и можешь выполнить действия в поле, где уже кто-то эти действия выполняет. И, естественно, Озик, он остается здесь по правилам игры. Но мы имитируем кузницу. И в результате у нас Озик может создать оружие. Представляете себе? Но мы помним, что это гоблины. А гоблины у нас создают оружие. Они на два уровня меньше, чем количество руды, которую они за нее платят. То есть у нас раз, два, три, получается четыре, пять. А это значит, что Озик себе, ну, выковал такой ржавый мечонок, который всего лишь-то силой три. Если только я эту трешку найду. Да, она у меня есть. Вау! Озик наконец-то надевает на себя шлем. Более того, он еще и отправляется в поход третьего уровня. Еее! Сейчас он задаст этим маленьким летуньим феям. В дом Озик принесет барашка, кукурузу и еще одну приведет собачку. Что он сделал с бедными и маленькими летающими феями? Об этом, к сожалению, а может быть и к счастью, никто и никогда и ничего не узнает. Собачка у нас пошла бегать. Барашка встойла. Кукурузу в амбар. И Озик получает меч четвертого уровня. Вот как. Ход у нас на этом заканчивается. Сейчас все вернутся домой. Ну, а нам нужно посмотреть, что у нас будет здесь. Последний наш сбор урожая. Да, это знак вопроса. Это означает, что мы можем избежать либо фазу поля, либо фазу размножения домашнего скота. Итак, у нас сейчас фаза поля, но холмогоры эту фазу пропускают. Эту фазу ни в коем случае, наверное, не пропускают. Они лучше, хотя, может быть, и фазу размножения им лучше. Да, наверное, пропустят эту фазу поля тоже огнезубы. Фазу поля... Нет, думаю, что нет. Думаю, что галанодели фазу поля не пропустят и соберут весь урожай. Вот так. Ну и землеломом можно пропускать даже обе фазы. Ничего страшного. У них там даже осликом размножаться в принципе некуда. Поэтому они могут две фазы пропустить. Теперь кормежка. Ну что ж, давайте начнем тогда с галанодели тоже. Им нужно 2, 4, 6 еды. Так, я здесь подсчитал. Мы спокойно можем съесть овощи. Это 2 еды. Это у нас 4 еды. Это у нас 5 еды. И в принципе, наверное, и это у нас 6 еды. Вот так вот съедим, наверное, барашков. Да с овощной... Овощной рагу у нас мясное здесь очень вкусное получается. Да и делов-то. Здесь нам нужно 8 еды. 3 принес охотник. Это у нас 4, 5. Это у нас 6, 7. Ах, одной единички прям еды не хватает. Неужели у нас здесь в камнях где-то не завалялось? Вся семья говорит теперь Адаму иди его, погрызи камень. А мы все вот нормально поедим. Ты не хотел за едой ходить? Вот и грязи камень теперь, понимаешь ли. Ладно, надо решить, что делать. Может быть, мы тогда либо... Наверное, я думаю, что мы монетами заплатим, потому что у нас с вами получается 2 монеты. Это одна еда. Нет, не так, друзья. Я ослика лучше съем. Вот теперь все нормально. Адам съел ослика. Он сыт, доволен. И вся семья тоже накормлена. У нас теперь холмогоры. У них 2, 4, 6, 8. Им нужно 8 единиц. Здесь у них 2, здесь у них 4, здесь у них 5 и здесь у них 6, 7 и 8. Пожалуйте. Ну и огнезубом им нужно 3, 3, 3, 9 и еще 2, им нужно 11. Но мы знаем, что вот такое овощное рагу это для них 5, еще такое овощное рагу это уже 10 и нужно всего лишь что-нибудь одно. Но давайте, например, барашечка мы зажуем, хотя он нам добавляет 2, потому что у нас крушитель костей есть умение. Но тем не менее, я думаю, что этого хватит. Ну и последний этап размножения. У нас появится у холмогоров очередной ослик. Здесь у нас появится... О, смотрите, здесь у нас и буренка одна появится замечательно. И барашек один у нас родится. Прямо благодать у нас у огнезубов. Не поверить все-таки, что это тролли. Удивительно даже. Здесь у нас появится только лишь один барашек у голоноделей. А там у нас по идее... А, да, там у нас появится один ослик. Как раз для него освободилась квартирка. Я про это даже совершенно забыл и об этом не подумал. И все, друзья. На этом мы завершили. У нас закончился последний раунд. И сейчас я буду скрупулезно подсчитывать очки. А потом вам скажу, собственно, покажу результаты. Как вы думаете, кто у нас выиграл? Мне кажется, что, скорее всего, выиграли, наверное, землеломы. Ну, посмотрим. Может быть, у нас и огнезубы подобрались близко к ним. А может быть, и победили. Мне кажется, что холмогоры и голонодели однозначно проиграли. Причем, мне кажется, что хуже всего дела будут обстоять у холмогоров. Но, с другой стороны, у них здесь рубинчиков много. Не знаю. Сейчас посмотрим, посчитаем все. Итак, друзья. Холмогоры у нас набрали всего лишь 40 очков. Да. Это, наверное, было уже очевидно где-то к, наверное, первой-третьей игры, что они отстают. И наверстать мне за них никак не удалось. Огнезубы у нас, друзья, набрали 75 очков. Вау. Голонодели готовы? Бум! Голонодели 73. Я вообще этого не ожидал. Всего лишь два очка их отделяет от огнезубов. Эх, жалко. Даже жалко, что они не смогли два этих очка вырвать у огнезубов. Ну и землеломы. Бум! 94 очка. Вот так вот у нас победили землеломы. Как я подсчитывал, я объяснять дотошно не буду, но все здесь в принципе понятно, да. У нас землеломы получили свою основную львиную массу очков. Это вот эти 4-4-4-4-4-4 зарубиновые шахты плюс все их комнаты, которые давали победные очки. И там у нас 3, там у нас 3, там у нас 2. Здесь у нас, естественно, базовые 3, здесь 3. Ну и потом вот эти мочканули две у них комнаты по, соответственно, 13 и 12. У них 13 камней и 12 рубинов вместе вот с этой вот фишечкой. И видите, здесь количество победных очков равняется количеству рубинов и количеству камней. Ну, в общем, они всех обошли за счет своих земляных или скальных работ. Вот так, друзья. Ну, что вам, друзья, в заключении сказать? Я не играл в эту игру несколько лет, и сейчас она мне снова принесла очень большое удовольствие. Это единственная евро, как я уже говорил, в моей коллекции, единственная, которая мне очень нравится. Я играл в некоторые другие евро, у меня, я абсолютно не профессионал в плане евроигр, во многие, естественно, даже не пробовал. Но из тех, что я пробовал и из тех, о которых я слышал, что-то знаю и видел, мне только каверна была всегда интересна. И до сих пор остается как-то вот она своей тематикой, своим дизайном, своим внешним видом, своими великолепными просто, на мой взгляд, компонентиками. Здесь все очень мило, все очень классно, механика достаточно простая и при этом интересная. В общем, мне игра очень и очень нравится. Дополнение, мне кажется, тоже очень удачное. Оно как бы с одной стороны простое, а с другой стороны оно привносит в игру разнообразие различных рас. И делает эту игру еще более фэнтезийной, чем она изначально являлась. В общем, мне это тоже очень нравится. Мне стало, наверное, очень рано понятно, что мы зря начали за стандартную расу с одной стороны играть, за простых гномов. Надо было, наверное, по-хорошему выбирать четвертую расу особенную. Потому что, в принципе, у всех этих рас не так-то много и штрафов. У них больше перков и бонусов, нежели штрафов. Да, например, там тролли не могут развить оружие выше десяти и должны кормиться по плюс три еды за каждого тролля. Это, согласен, может быть серьезный штраф. Но зато и бонусы у них тоже неплохие. В частности, с Боункрашером, где они две еды получают за каждого. И еще лут плюс один они приносят. У эльфов они абсолютно не получают штрафы за невозделанные поля и непробитые проходы и пещеры в скале. То есть, у них фактически минусов как таковых нет. Ну, их немного. У них основной минус, что они не могут разрабатывать скалу. Они не могут здесь рубить ничего. Вернее, могут, но за это им пришлось бы платить рубинами. Но им это, может быть, и не надо. Потому что, видите, мы, в принципе-то, набрали большое количество очков, сидя только здесь. И здесь, может быть, можно было сделать все как-то более хорошо и более четко. То есть, мне не показалось, что это какая-то такая ущербная на самом деле раса. Ну и глубинные гномы там вообще. Им не нужно дерево. Они не получают никакие минусы за неразработанные луга, поля и леса. У них вообще никаких минусов в этом плане нет. То есть, они могут прорубаться за пределы шахты. Они за это еще деньги получают. В общем, мне кажется, что, может быть, какие-то расы у них больше и минусов. Но вот вроде как, по идее, должна быть сбалансированная раса стандартных гномов. Как-то она отставала у меня изначально. Или, может быть, я ими не очень правильно играл. Но, тем не менее, несмотря на то, что надо было играть по-хорошему четырьмя расами разными, из нового дополнения. Я рад, что мы сыграли одной основной. Вы как бы видели разницу. И даже если вы видели кучу стратегических, тактических ошибок, которые я делал, все равно вы понимаете теперь, какая разница между базовым классом или расой и как минимум тремя дополнительными. Практически четырьмя, потому что мы немножечко гоблинов еще посмотрели за счет вот этой вот комнаты гоблинов, которую построили огнезубы. А так можно, в принципе, гоблинов выбирать тоже как изначальную расу целиком и полностью. Плюс очень здорово, что появились дополнительные тайлы, дополнительные поля. У каждой расы появилось по четыре новых комнаты. Причем это не означает, что эти комнаты или пещеры, они непосредственно нужны этой расе. Они просто их привносят в игру. А дальше какие-то другие расы могут этими комнатами спокойно себе пользоваться. И это приносит тоже разнообразие. В общем, хорошее дополнение, мне кажется. Я для себя не видел бы теперь смысла играть без него. То есть я думаю, что во всех своих последующих играх я буду играть с этим дополнением. Ну и на этом все, наверное. Друзья, всем, кто был со мной, большое спасибо. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.